Все повысили, медицина платная, я все говорю, жить невыносимо, везде образование, куда не сунься, деньги, деньги. Когда же эти же паразиты наедятся, когда же они лопнут? У нас было миллион обращений Путину, человек правит 20 лет, это надо призадуматься. Чем он думает? Обращаемся к нему, пишем, посылаем видео, какой-то Мингазов мне ответ на каком-то липовом конверте с какой-то печатью ответ присылает. Почему Путин игнорирует народ? Чем мы хуже? Почему там где-то люди живут, кому-то дают, а мы никто? Земля наша нулевая, народ у нас нулевой, житья нет. Вот сейчас весна, птичка прилетит, что делает? Гнездо вьет. Если у человека отнять жилье, это значит его отправить на тот свет. Вы понимаете, вот сейчас у молодежи кошелек открой, там карточки, там нету денег, люди нищие. Почему они боятся? Сегодня рот разинут, завтра его с работы выгонят, завтра его изничтожат или сделают по дороге аварию, или отравят насмерть его к чертовой матери. Мне жить-то осталось самой, может, два дня, а я хочу еще хоть два дня пожить. Чем я хуже других? Я всю жизнь работала, всю жизнь пахала, а теперь я никто, я не человек. Я обращаюсь к Путину. Где глава нашей России? Ему не стыдно? У нас, посмотришь, у депутатов рожа с залом обмазанная. У них за границей все. Дом не дом, деньги не деньги, а потом после смерти не знают. Кому же подарить? Откуда наследники взялись? Вот у меня наследство находится на мне. Вот мои штаны и вот у меня галоши. Я после операции не могу даже себе обувь купить, потому что заказать у меня денег нет. А купить и одеть нога не лезет. Вот в такой нищенстве я живу, товарищи. Кто знал, что я прожила здесь? Лучше бы я не жила в этой России и в этом обосерном Татарстане. Я мусульманка. Я сейчас должна не ругаться, не материться, а быть с внуками. Ходить к старикам, навещать. Почему мы сегодня не гуляем? А потому что у нас жизнь другая, ненагульная. У нас сегодня такой острый вопрос, что мы уже дышать уже нечем стало. Мы не должны сегодня такими быть, в конце концов, конченными людьми. Мы разбираем Америку. Нам с Америкой не угнаться. Да хоть посадите вы меня в герду. Я все равно скажу правду. Украину разбирают. Что разбирать, когда у самих хвостов, в говне. Свою жизнь надо разбирать, свою семью. Поднимать детей, внуков, учить. Сейчас нет доброты, товарищи, сядет на общественный транспорт. Никто даже тебе места не подаст. А раньше под руку могли до дома проводить слепого и хромого. А сейчас пока ведут и карман почистят. И скажут, я тебя не видел и я тебя не знаю. Мы конченый народ. В Татарстане людей не считают за людей. Нищие. Нам еще и пенсионный возраст прибавили. Нигде ни в одной стране нет такого. Ни в Китае нигде. Никто такие мизерные пенсии не получает. Мы, голодранцы, нищие. У нас ничего нет. Ни для ветеранов, ни для пенсионеров, ни для молодежи. Вот в такой стране мы живем. А Путин, вот даже я сейчас говорю, до него никогда не дойдет. Я по судам с 16-го года. Где я только не выступала. Какой-то паразит мне конверт присылает с каким-то ответом. Почему? Пусть не мне. Пусть кому-то помогут. Чтобы можно было похвалиться и сказать, да, ему помогли. Он заслужил. Я буду рада. Пусть не мне, другому. Но я считаю, если ветеран-то ловит, отработал всю войну, мы должны встать на коленях перед такими людьми и товарищей. А они сейчас гонят их. Они даже не знают. Утром и вечером у нас есть женщина, которая молится. Вместо того, чтобы молиться пять раз на нас, она может и десять раз молиться. И все Бога просит. Каждый день Бога, каждый человек хочет спать на своей кровати. Каждый человек чувствует свои стены. Понимаете, тут ни одна врачебная тайна не вылечит народ. Народ весь уже опрокинулся. Когда же кончится эта грязь? Натуральные грязи мы повязли. И этих паразитов убивать надо уже, а не выгонять. Эти депутаты, они все больше и больше. А народу все меньше и меньше. Потом в конце года говорят, столько-то умерло, а столько-то родилось. Скоро россиянов не будет. Мы на износе, мы на кончине. Мы нас уже на погос тащат живьем. Вот я, товарищи, что хочу сказать. Это невыносимо. На каких только круглых столах я не была, и нигде правды нет. На днаме смеются и говорят. Вы отняли, вот Песошина я недавно была. Вы отняли, у меня 40 минут времени. А то у меня жизнь отнял. То у меня квартиру отнял. То у меня здоровье отнял. У меня муж умер. Вот мое. С которым я 46 лет прожила. Каждый день плачу сейчас. Вот дети даже уже болеют, болеют. Без зубов молодежь ходит. Не протезировать денег нет. Не жрать денег нет. Почему мы должны в этих пятерках просрочку жрать? Просрочкой нас замучили. У нас уже мозги просрочились. Спасибо вам большое. С праздником вас, товарищи. Не поддавайтесь. Не подписывайтесь. Стойте горой, как наши отцы и деды воевали. Всегда правда все равно восторжествует. Коммунисты нас поддержат. И будьте благоразумны. Помогайте друг другу. Не бросайте своих. Мы никогда своих не бросаем. И вы не бросайте. Спасибо вам большое. Спасибо за это. Спасибо за просмотр.